Привет, друзья! С вами Палит, это Апокалипсис Симс 2, Фатумы. Мы видим Муртазу, который изо дня в день мотается в центр, под разными предлогами, заходит в магазины, в злачные места, а цель у него одна – он ищет любую возможность встретиться с Мелисандрой Ра. Эта женщина немного старше его и действует на Муртазу каким-то магическим образом. Он безумно в неё влюблён. А я вот до конца не знаю, влюблён ли он в неё или он влюблён в восхищение, которым эта женщина пользуется в окружении других симов. Эта женщина известна всему городу, она завсегдата из злачных мест, все её знают, все дают должное её красоте, её обаянию, от неё исходит какая-то страстная, обволакивающая сила. Муртаза, как тусовщик, не может таких вещей не ценить, поэтому он ищет любой повод, чтобы встретиться с Мелисандрой. А у Мелисандры много дел, много светских дел, она посещает все приёмы, все светские рауты, и поэтому ещё нужно поймать момент, чтобы её увидеть. А тут в центре идёт своя жизнь. Бабушка Надя залавливает в своей сети новых клиентов, обещаем привороты самых красивых женщин. Избиратели втирают политику Якину, что будут голосовать только за него. Но вот что интересует нас. Муртаза совершенно случайно увидел в одном городском супермаркете маму и подошедшую к ней Исаура Шарве. По-моему, здесь была договорённость о встрече двух женщин, и мне очень интересно, что будет делать Исаура. Она сама подошла к нашей Йонхе, но, похоже, у неё добрые намерения, она хочет загладить свою вину перед семьёй. Она объясняет, что это было наваждение, что она была мала и глупа, но сейчас, слава богу, у неё есть молодой человек, и она никаких претензий не имеет на мужа Йонхи. Ей бы очень хотелось оставаться врагом фатумов. Она даже спрашивает у Йонхи Сабетта, а что ей лучше купить для того, чтобы приготовить вкусный обед для своего молодого человека. Я очень рада, что между ними всё наладилось. Но на самом деле, конечно, Йонхи здесь больше по своим делам. Она закупает целые горы продуктов, потому что осталось уже буквально несколько дней, когда её дети, все вылетевшие из гнезда птенцы, вернутся в отче дом. Да, у нас идёт второй триместр последнего курса. Мы уже зажимаем по два желания. И, конечно, в основном в доме фатумов, в Доминионе, вовсю идёт приготовление, моется, драется, вычищаются все углы. Ой-ой-ой, Азалия, Азалия, стой, стой! И, как вы видите, Йонхи в отличной форме. Она буквально воспряла духом, ожидая детей домой. Азалия говорит, племяш, я так рада тебя видеть. Я слышала, что вы все, все мои дорогие племянники, хорошо учитесь. Неужели с красным дипломом готов закончить университет? Муртаза говорит, да, если поднажмём, то у всех нас будет красный диплом. Уже так хочется домой. Моим ребятам осталось по 9 часов до экзамена. Они даже уже упаковали шкаф. Забираем в карман к Муртазе. Ребята все с максимальной успеваемостью и все мечтают о красном дипломе. Нет, не пойдём мы на занятия, нет смысла. Такой успеваемости достаточно, чтобы получить пятёрку. Все ребята на выбранных ими специальностях. Все, кроме Ичиры. Вы помните, ему я насильно, не дожидаясь его решения, выбрала экономику. Но тем не менее, мне кажется, она ему подходит. Муртаза занимается психологией. Рюна Ске, будущий политолог. И Сакура погрузилась в математику. А я, друзья мои, наигралась в университете на всю оставшуюся жизнь. Я вспомнила, как мне было когда-то скучно. Вот так вот, как я сюда рвалась. И, честно говоря, я уже от этого подустала. Давайте ручку тоже заберём, чтобы потом не забыть. Поэтому всё-таки, наверное, университетские специальности будут исключением из правила карьерное насилие. Ну, потому что ещё одну поездку в университет я просто не вынесу. Ну, простите меня. Это довольно утомительно. Потому что просто особо нечего делать. Знаете почему? Если ездить на университетские лоты, где идёт время до экзаменов, то нужно ездить абсолютно всем, чтобы у них не рассинхронизировалось время учёбы. Нет, Эрнест, мы с тобой уже не будем встречаться. Но там они очень быстро теряют потребности, которые там негде восстанавливать. Тем не менее, время было потрачено не зря. Все мои ребята завели себе любимых. И Чиро даже умудрился обручиться с коти Космокос. У него единственного было серьёзное матримониальное желание. Муртаза просто завёл кучу друзей. И наследника я выбирала потому, кто из моих симов воспылает страсти к нужному нам симу. А я говорила, что нужные для нас симы это Мелисандра, которая светская львица, и Гаргантюа Флабер, который на максимальном уровне карьеры охраны. Но Сакура, смотря на Флабера, пожимает плечами. Поэтому наследником будет Муртаза, который женится на Мелисандре. Тем более, что он по-настоящему в неё влюблён. Рюнаске тоже себе выбрал девочку-студентку Тэмми Раймонд. Вот с ней у него две молнии. Видите, и Чиро тоже знаком с Мелисандрой, но у него всего лишь одна молния, и он, глядя на неё, пожимает плечами. Девочки, которых выбрали мои пацаны, вот, например, Кати и Тэмми у Рюнаске, они ничего не умеют. Мы их расспрашивали, они говорят, что они пока ещё без руки, с минимальным количеством навыков. Такие нам не нужны. И вы представляете, я до сих пор не достроила дом. Вот у нас тут непокрытая крыша. А знаете, почему не достроила? Потому что я боюсь, что если всё-таки кому-то ещё из моих ватумов придётся учиться в универе, у них просто не хватит денег, если это будет большой дом, в три этажа, со всей этой мебелью, им просто не хватит денег, чтобы сюда въехать. Поэтому мебель мы оставим. Ну, просто если денег следующим студентам не будет хватать, я зайду в этот домик и мебель удалю. А строить третий этаж я побоялась. Да и, честно говоря, он нам был не нужен. Здесь всегда стоял энерджайзер, который решал все проблемы. Ура, друзья! Трое из моих студентов закончили университет. Они все в списках лучших студентов. И все заканчивают универ с баллом 5, с плюсом. Сейчас уже вернётся Муртаза. Он так всё время и отставал на час. Но вы гиганты, вы такие молодцы! И у них уже почти у всех вечная платина. У Муртазы уже давно. Ну, нет, не у всех, конечно. Тут ещё нужно немножко дотянуть. У нас целых шесть слотов желания. Обалдеть просто! Да, такое количество у нас денег, потому что мы без конца писали романы. И эти деньги мы, наверное, заберём с собой. В качестве телевизоров я подсмотрела это у Ники. Неизвестно, когда мы сможем их продать. Но когда-то сможем и станем ещё более богатыми. Вот и Муртаза возвращается лучшим студентом. А мы готовимся к отъезду. Ну что, начинаем с Сакуры. Как это делается? Вернуться в городок Доминион. Абсолютно точно. Девочка уезжает у нас первой. Братья вежливо уступают место Сакуре. Будем считать, что это вторник. Мы уезжали во вторник. И возвращаемся тоже во вторник. Да, Сакура хочет навеки расстаться со студенческой вольницей. Да уж не такая вольница это была, надо сказать. Вот куда ты уселся, что ты нарушаешь правила. Нельзя. Мой ненавистный коричневый спортивный костюм. И сейчас все будут друг друга провожать. Приехали они вместе, а уезжать будут в одиночку. И, Чира, твой выход. Вернуться в городок. Все встретимся дома. А, ребята, я же не купила телевизор. Ну вот. Дороже всего, конечно, предметы искусства. Но нам как бы по правилам предметы искусства покупать нельзя. А вот технику и даже дорогую технику мы покупать уже можем. А если бы можно было покупать предметы искусства, то удобнее было бы всего купить аквариумы. Но телевизоры тоже неплохо. Семь телевизоров. Фатумы могут себе позволить увезти из универа. Все в карман наследнику. Честно заработанные денюжки. Давай, Рю, твоя очередь. Сакурасного дома находится в хранилище. Слушайте, а это значит за каждого из четырех еще по 20 тысяч добавят в домашний бюджет, да? Сейчас мы увидим только спортивные костюмы. Ничего, дома посмотрим в повседневной одежде. Да ладно, можете не прощаться. Сейчас вы все увидитесь. А лица студентов и взрослых одинаковые абсолютно, да? Не меняются. Очередь наследника. Муртазы. Да. До встречи дома. Красавчик ты мой. Мне Муртаза по-прежнему нравится больше всех. Давай зажмем тебе желание. Поухаживаешь за невестой Мелисандрой. Кстати говоря, уже сегодня, учитывая, что сегодня вторник, можно будет пригласить в дом Мелисандру. А почему нет? Это последний житель дома. Выбрав «да», вы прикажете персонажу переехать. После этого все на участке и в доме придет первозданный вид. Ну да. Первозданный вид это какой? Я не очень понимаю. Ну я надеюсь, что я правильный вариант выбрала. Ага. Трико Балюрна. Вот смотрите, он прям сразу загадал карьеры, которые он хочет закрыть. Политика, спорт, журналистика. Нет, меня все эти карьеры не устраивают, друг. Ты будешь закрывать университетскую карьеру. Ну что, мои дорогие, до встречи в родном Доминионе. Голоса у них изменились, стали более жесткими. И вот, мои красавчики, каждый притащит 20 тысяч в дом. Это значит, что мы разбогатеем на 80 тысяч, да? 748, 768. Да, каждый притаскивает по 20 тысяч. Ничего себе. Вот еще почему так хорошо ездить в универ. Это же путь к богатству. Прибыли. Папка, мамка, выходите из медитации, обнимайте своих родненьких, дорогих детишек. И он тебе говорит, девочка моя, я так тобой горжусь. Я так горжусь каждым из вас. Вы такие молодцы, вы такие умные. И в кого вы такие гениальные получились? Не иначе ваш папа постарался. Очень хорошие гены. А в это время наследник Муртаза быстренько бросился к компьютеру искать работу во вторник. Нет, это область правосудия. Нет, нет, нет. Поискать еще. Разведка поискать еще. Знаете, наверное, в крайнем случае мы даже будем искать в газетах. Ну и что, что начнем с третьего уровня? Все равно не быстро карьеру закрывают. Кулинария. Кулинария это, конечно, очень хорошо. Ну, я не могу коту под хвост спустить 8 мучительных семестров в универе. Вы посмотрите, ни одной карьеры университетской. Хотя, конечно, предлагают сразу очень большие области. Завершаем поиск. Ой, я уже прям сильно расстроилась, ребят. Дети в этом доме были воспитаны в почтении к родителям, поэтому у Муртазы с родителями сейчас состоится серьезный разговор. Только что мама и папа сообщили ему, что хотят, чтобы именно Муртаза взял управление домом и взял на себя права наследника и следил за этой семьей. От тебя зависит домашний уют, домашний очаг, это твое, говорит Шин. Муртаза был немножечко расстроен и испуган. Он у нас, товарищ, такой любитель удовольствий и, честно говоря, не ожидал такого поворота событий. Но поле родителей закон, и он ослушаться ее ни в коем случае не мог. А у меня, говорит к вам, встречный вопрос. Я не могу ждать, я люблю одну женщину. Вы знаете ее, это Мелисандра Ра. Я хочу, чтобы она переехала к нам. Йонхик говорит, прямо сейчас ты уже готов сковать себя узами брака. Я с этой женщиной готов в тюрьме вместе сидеть. Ну, ты знаешь, сынок, эта женщина непростая, у нее довольно сложная репутация и определенная слава. Это не будет домашней кошечкой, и эта женщина может много проблем тебе принести. Муртаза говорит, ну что делать, если мое сердце в клетке? Шин говорит, ну что же делать, ты достиг таких успехов, я склонен тебе доверять. Поэтому утром Муртаза первое, что делал, пригласил Мелисандру. Говорит, я наконец-то дома, я жду тебя, любимая. Приходи скорее. Она говорит, ну я не буду очень спешить. Сейчас волосы поправлю, губки накрашу и приду. Не торопись, малыш. И вы представляете, Гаргантюа, как почувствовал, что решение, принято в этом поколении, не в его пользу, идет высказать свое фи Сакуре. Муртаза впился в губы любимой женщины, говорит, красавица моя, уже сегодня я хочу, чтобы ты спала со мной в одной постели. Я хочу, чтобы ты была вечно всегда со мной. Ты же переедешь прямо сегодня, а вот топочки не прямо сегодня. Мелисандра была женщиной коварной, была женщиной взрослой и искушенной. Она прекрасно понимала, что такое мужчина-охотник и что значит очень быстро даться ему в руки. Нет, соблазнительница Мелисандра решила юношу потомить. Ну, дорогой мой, зачем так спешить? Гаргантю говорит, ну как же спешить, как же спешить? Я мечтал об этом столько времени, пока учился. Ты мне отказывал в помолвке, пока я был студентом. А сейчас-то что тебя останавливает? Мелисандра говорит, ну я хочу, чтобы у тебя было больше бессонных ночей, в которые ты будешь думать обо мне. Нет, не перееду, подожди. А у Мелисандры были свои страхи и свои соображения. Дело в том, что ей страшно нравилось обожание, с которым смотрит на нее этот мальчик, то восхищение, которое она ловила в его взгляде, его молодое желание. И она боялась, что как только станет полностью ему доступно, всегда при нем этот накал страстей с его стороны постепенно угаснет. Мелисандра хотела как можно дольше оттянуть этот миг. А главное, что свои соображения были у Симовода. Дело в том, что у нас сейчас 7 человек, и что даже если бы Мелисандра переехала сегодня, детей мы прожать все равно бы не смогли. Поэтому нужно ждать, пока кто-то закроет карьеру и съедет, потому что и жены Йонхи еще относительно молодые. И человек говорит, братьевник, ну ты представляешь, и сегодня мы не устроимся на работу, потому что кто-то спер газету. Вот реально, газету кто-то спер. Нет газеты. Мы не можем поискать карьеру даже в газете. Вы видите, что творится у Ичира. Его совершенно очаровала эта инопланетная дива зеленокожая. Муртаза будет страдать и скучать по женщине своей мечты. А вот эта девица поддобай богатого супруга. Самое сложное стремление богатства. И хуже всего с успехом именно у Сакуру. У него так мало выполнимых желаний. Ей надо быстрее на работу устраиваться. И из нашего поля зрения как-то совсем выпала старшая дочь Чао. А она, между прочим, становится совладельцем строительной фирмы. Да, там с прорабом. С самого детства у нее задалось, вы помните? И она продолжает радовать нас успехами. Это, кажется, восьмой уровень карьеры. Давай, чтобы не терять хороший настрой, садись в медитацию. Порадуйся и садись. А наследник в это время, посмотрите, с какой шикарной кошечкой познакомился. Не знаю, какая-то порода. Вот с такой вытянутой мордочкой. Она знает целых три команды. Это прям прекрасно. И нам нужно с вами обязательно все-таки снять ограничения на качество кроватей. Потому что ведь жена-то переедет к Муртазе. И спать она не сможет наверняка. У нее культура тела не до максимума прокачана. Поэтому спать она не сможет на этой двуспальной кровати. У нас, конечно, все еще теснота. Но я не могу стоять перед этим животным. Алабама и Муртаза подружились. Киса, будем тебя воспитывать. Будешь закрывать нам охрану порядка для животных. Какой у тебя характер? Умница. Это же просто прекрасно. Хороший характер. Еще и лапочка. Слава богу, не ленивец. Не полный ленивец. Как-то так я примастила все, что нужно для животных. Вроде бы все поставила. Лежанка, когтедралка, игралка и еда. Мисок у нас припасено кучу. Хорошо, что мы их все не раздарили. У кого-то в карманах они лежат. Вот, смотрите, здесь у Ичиро пять мисок. И у Сакуры две миски. Я думаю, что нам хватит для закрытия карьеры. Да и учитывая, что мы ничего не едим, миски можно продолжить насыпать. Кошка раз чудесная. Ни одной лужи не наделала в доме. Сегодня у нас снова работает чао. И нам, к счастью, принесли газету, которую я запрятала в доме. И сейчас смуртаза, да, посмотрит работу. Ну, потому что просто будет ужасно скучно целую неделю сидеть и ничего не делать. Итак, что там? Музыка, политика. Вы издеваетесь, что ли? Где университетские карьеры? Вот, ученый-естественник. Молоколог. Ну, кстати, это не такой уж плохой уровень, потому что зарплата 672. Но ученый-естественник лучше всего подходит Сакуре, поэтому сейчас она посмотрит эту газетку. Посмотрим, какой уровень карьеры предложат ей. Да, это значительное повышение. Сакуре предлагают стать капрологом. Ну, а что вы хотели? Очень много информации дали ученым о каменевшей экскременты. Например, о динозаврах и о ранее существующих гигантских животных. Это правда. Это реалии науки. Устроиться на работу. Ну, вот, хоть одного человека пристроили, причем того человека, который больше всего мечтает о деньгах. Да-да-да. Посмотрела я, капролог – это четвертый уровень карьеры. Ребят, лучше так, чем никак. Ты зоолог, изучающий помет различных животных. Тебе приходится отслеживать перемещение этих зверей, выяснять особенности их питания и поведения. Ну, все, как я и сказала. И, между прочим, уже сейчас, через 4 минуты, придет машина. Ну, это ли не праздник? Нет? Не приходит машина? Ну, так мы сами поедем. Если гора не идет к Магомеду, Магомед поедет к горе. А, хотя, подождите, нет, вот, пришла машина. Ой, сейчас Реноска не даст ей пройти. Не даст. Вот, кстати, Алексей Папаризу – наше спасение. Знаете, почему? Потому что он на университетской карьере художник. Нам достаточно еще на две университетские карьеры пристроить на мистику. И какая еще четвертая карьера? В общем, какая-то, кроме художника и ученого-естественника. И тогда можно будет следующее поколение не посылать в универ, а просто выдать наследницу замуж за вот этого самого Алексея Папаризу. Он, конечно, на очень низкой ступени, на второй, по-моему. Но все равно зато не нужно будет ехать в универ. Я что-то, ребята, вам опять ничего не рассказываю. Хотя очень хотела рассказать про одну книгу. Я недавно прочитала книгу, которая на меня произвела сильное впечатление. Но что-то в игре так много всего происходит, что не остается времени рассказать. Вот, например, чау в очередной раз повышают до зодчего. Уж не предпоследний ли это уровень? И знаете-ка, дайте-ка я сразу заберу у нее чертежную доску. Тяп-ляп. У нас есть местечко здесь на крыше. А то я имею обыкновение забывать это делать. Когда ты работаешь, завтра. Слушайте, если это предпоследний уровень карьеры, то завтра чау закроет нам архитектуру. Сакура возвращается. Посмотрите, на четвертом уровне карьеры... Нет, это не Сакура. Нет, это Шин возвращается. Да, Сакура возвращается, только она же приехала на своей машине. Ну и что? Ммм, Сакур-то не повысили. Ну да. На такой сложной работе в первый день повышения не дают. Какашки копать это вам не обу что. Ладно. Утро четверга, и чау отправляются на работу, я очень надеюсь, что в последний раз в качестве зодчего, в качестве живой легенды. Теперь у нас Кайва всё заводит друзей. Алабама отдыхает. Ей осталось выучить одну команду «Умри» для того, чтобы мы смогли её устроить на работу в безопасности. А я, ребята, буквально вчера, возвращаясь с работы, слушала такую интересную передачу, подкаст, про то, почему мы не отпускаем проекты, про то, почему мы, бывает, тянем что-то, что уже либо потеряло актуальность, либо перестало приносить нам удовольствие, либо то, что не приносит нам видимую пользу. Сакура тоже отправляется на работу, но я надеюсь, что сегодня она докажет, что она лучший исследователь экскрементов и сможет претендовать на что-то ещё. Так вот, мне очень понравился термин «невозвратные ресурсы». Действительно, я поняла для себя, что какой-то проект иногда очень сложно отпустить, потому что ты думаешь о том, что в него столько вложено, столько вложено и сил, и умений, и эмоций, и часто денег. В частности, это очень отозвалось в этот проект по Ютубу. И там какая ловушка в этом. Мы действительно всегда думаем, сколько мы уже вложили в какой-то проект. Это, конечно, не только про какое-то хобби, может быть, что плохо в этом почтовом ящике, ребят, что здесь нет функции оплатить все счета. Нужно щёлкать по каждому счёту и оплачивать. Ой, мне не нравится этот дефолт. Вот как мне теперь его найти? Так вот, занимаясь каким-то делом, которое становится для нас чемоданом без ручки, и нести тяжело, и оставить страшно, мы действительно чаще всего думаем о том, сколько в это вложено. И нам так жалко потраченных сил, эмоций, усилий, что мы забываем про то, а сколько ещё придётся потратить усилий, эмоций и прочих ресурсов, если мы будем продолжать какой-то проект, который перестал приносить нам удовольствие. Есть ли в вашей жизни какие-то такие дела? Ещё мне показалось очень верным и ложащимся на моё ощущение, что бывает жалко отпустить какие-то вещи, которые очень сильно эмоционально заряжены. Они связаны с каким-то этапом в жизни, может быть, какие-то романтические вещи или что-то, что очень связано со значимыми событиями. Это тоже не даёт нам оставить что-то, что, возможно, нам уже не нужно. Ну, конечно, самые главные невозвратные затраты — это время, время, что никак не вернуть. И когда ты думаешь, сколько времени ты потратил на какое-то дело, становится почти невыносимо его оставить. Но тут, опять же, есть вторая сторона медали. Надо обязательно заглянуть ещё и в будущее и подумать о том, а сколько ещё этого времени, этих сил, тебе придётся потратить и определить, готов ли ты это делать с тем или иным делом. Боже, до чего чудесная кошка. Ну что, посмотрим и сегодня тоже карьеру. Вдруг там будет что-то важное. Давай, Рюнаске. Нам нужна мистика и нам нужен не художник, нам нужен шоу-бизнес. Вот я вспомнила четвёртую университетскую карьеру. Приключения. Криминал. Наука. Печально, но вот я даже не знаю. Ну, завтра стоит смотреть, проверять газету или уже ждать вторника. Давай хотя бы кошечку подрессируй. Учи её команде «Умри». Ещё интересный момент, почему мы часто не решаемся оставить то, что нам уже, возможно, и не очень нужно. Это так называемый интроект. Интроект — это термин из гештальт-психологии. Что это такое? Это когда мы с детства получаем из окружающего мира, чаще всего от родителей, от людей, которые нас воспитывают, может быть, от учителей. Установку, которая, в общем-то, и не наша. Ну вот, например, мы часто слышим от воспитателей, что любое дело нужно доделывать до конца. Вот это вот интроект. И что если ты дело не доделаешь до конца, ты плохой, ты неудачник, ну, какое-то знак равенства с негативом ставится. Я, например, очень хорошо вспоминаю, из своего детства бабушка всегда говорила, все дела надо сделать обязательно утром. Ты встал и занялся большой стиркой. Встал и занялся уборкой. И неважно, как там настроены твои биоритмы, ты должен до обеда сделать все важные дела. А может быть, ты сова. А может быть, тебе важные дела лучше делать вечером. Ну, то есть какая-то установка, которая не пропускается через тебя, а просто как ком в тебя вкладывается. Она, может быть, и очень тебе пойдёт. Может быть, ты активен с утра, и это будет для тебя хорошо. А может быть, она не очень тебе ляжет. Но всю жизнь будет оттягивать энергию. То есть всегда, когда ты что-то будешь не завершать, у тебя будет срабатывать знак равенства, что ты это не завершил, значит, ты неудачник. Да-да-да, вот Алексей Папаризо, наш университетский художник. Ребят, смотрите, вот опять тот же глюк. Вдруг у меня материализовался шин, который давно уехал на работу. И вдруг он на заднем дворе образовался и пошёл принимать ванную. Да, помните, уже было такое однажды. Господи, какое счастье, что это произошло с шином, а не с чао или с сакурой. Ещё есть интересный термин – self-promise. Это такое обещание, которое мы внутренне дали самой себе. Обещание, что я что-то сделаю. И если ты этого не делаешь, ты внутренне сам перед собой облажался. Мне эта тема очень интересна именно в рамках моего Ютуб-проекта, Ютуб-канала. Я часто об этом думаю, об адекватности вложенного времени, сил и всего прочего в это предприятие. Мы иногда не даём себе права сказать, что у любого начатого дела это могут быть какие-то отношения, это может быть работа, которая перестала нас радовать. Это может быть какое-то небольшое дело, просто начатая книга, которая вдруг стала неинтересной. Мы часто не даём себе права сказать, что у начатого дела может быть цель просто попробовать, а не довести это до какого-то результата. Прерываю свои рассуждения, потому что чао, девочка, снимает архитектуру. Она становится градостроителем, и мы можем сносить, срубать стены окна, перемещать лестницы и прочее, прочее, прочее. Пока это, наверное, не очень актуально, пока мы не сняли политику. Поздравляю. Чао. Вот такие моменты приносят очень много радости. Может быть, ради таких моментов я иду в Ютуб-канал. Круто, круто. Ещё одна карьера покорилась Фатумом. Алабама выучила команду Умри. Я думаю, что чао переедет прямо сейчас, прямо сегодня. Да, я очистила её карман. Она переедет в дом к своим тётушке и дядюшке, к Азазеллу и к Люси, и будет там жить долго и счастливо. А всё-таки здорово, друзья, что мы сняли журналистику, потому что теперь в любой момент можно съезжать, не ожидая вторника. Чао заглянула в газету, заказала фургончик для перевозки нужных ей вещей. Мне интересно, будет ли кто-то её провожать? Вот видите, Шин берёт отгул. Какой отгул, если вы видели, как он ехал на работу вместе с Сакурой? Прощай, чао, спасибо тебе за всё. Никто не пошёл провожать? Все в нирване. Вы посмотрите, как эта серебролюбка. Сакура переживает, что Алабама зря жрёт свой хлеб. Ну, хоть какую-то работу эта кошка должна получить, думает она. Она должна отрабатывать пребывание в нашем доме. Я думаю, что Сакурой будет искать работу для кошки. И ещё одно очень радостное событие этой серии. Сакура становится почвоведом. А вот обратите внимание, вот так вот радуется, приходя с работы, только семь-семейник. Все остальные таких эмоций не проявляют. Ага, Гаргантюа так и продолжает ходить, но пардоньте. Отлично, Сакура работает уже завтра, в пятницу. А если нам повезёт, то сегодня ты найдёшь нужную работу для Алабамы. Ведь ты так об этом мечтаешь. Сферы обслуживания нет. Безопасность – да. Алабама устраивается в должность пугала. Очень ответственная и полезная должность. Ну, а мы, друзья, на этих прекрасных событиях заканчиваем эту серию. Спасибо, что были со мной. Вы посмотрите, какой настойчивый. Ну, поздоровайся с ним. Расскажи, сколько денег ты уже успела заработать. А почему не исполнилось это желание? Ведь Алабама получила должность в сфере безопасности. Странно, почему не исполнилось желание. Но, тем не менее, до встречи, друзья. Увидимся в следующей серии. Пока.